Привет всем дорогие друзья, GSR1989, вы на канале Глафи, подписывайтесь, ставьте лайк и комментируйте, видосики на стримы, залетайте. У нас Шеридан, один из актуальных в принципе легких танков, потому что у него есть какое-то преимущество над эстэшками, да? Можно взять тот же Т-100ЛТ, у него, ну что у него кроме скорости есть? Ну в основном ничего. ДПМа по-моему у него тоже больше, ну такого как было раньше, вместе с пробитием каким-то хорошим у него нет, а у этого есть огромный, можно сказать, разовый урон и есть корпус, который не так уж просто пробить фугасами и эта коробка, которая накрывает его корпус, она несколько больше, чем сам корпус, поэтому частенько просто бывают непробития даже ББшки или под калибером в корму под углом, в борт под углом. В общем у него есть свои фишки в виде хорошего улоскновения орудия, высокого разового урона, то есть опять же высокого урона по модулям. Кстати у Шеридана, по крайней мере раньше было так, сейчас не знаю или не так, это у него урон кумулятивным снарядом по модулям выше, чем урон под калиберным снарядом и фугасным снарядом по тем же самым модулям. То есть чтобы критануть кого-то, на Шеридане проще всего это сделать кумулятивным снарядом. Как видите наша команда поехала на этой карте, которая называется на листе ледники на Wargaming и ее нет. Ну карта честно так себе, как по мне, потому что опять же 35% примерно карты это неиграбельная область и по миникарте вы это видите. Нахрен такое делать я не понимаю. То есть тут есть два фланга, есть центр, как обычно. Все, то есть мы даже если мы эту карту раньше не видели, мы понимаем примерно как на ней играть. Все поехали ближе к уголкам, чтобы сбоку тебя не расстреливали. Как это в основном на всех картах Блица и происходит. Вот сейчас он где-то заедет наверх и вся карта будет оттуда просматриваться. Мы выиграли свой фланг, уничтожили три среднелегких танка противника, но мы были там и в плюсе, потому что у нас десятка объект Су-40, десятка объект 907. А у них две девятки были Леопард прототип от 11-2 Е1, то есть в этом плане был какой-то дисбаланс. Дисбалансом с другой стороны противники тоже воспользовались, то есть получается, что у нас там слабее было где-то по тяжелым танкам, да, чем у них. Ну и они вместе собрались и поехали раскидывать. Вот сейчас, кстати, будет интересный момент и точно ли сейчас, надо еще вспомнить. Мы проигрываем какое-то время, но у них Е100 уже шотный. Есть фуловый этот Урин, оп, смотрим. Посмотрите, прикол. До этого БК не было кританута, да, а для того, чтобы взорвать боеукладку ИСУ-7, достаточно иметь орудие в 128 миллиметров. То есть Маусган, в принципе, все начиная с Маусгана, взрывает БК ИС-7 при вылетевшем топовом уроне по модулям. А это опять же плюс-минус 25. Да, получается, СУ-100 Игорь шестого уровня, в принципе, может взорвать боеукладку ИСУ-7. Это значит, что ИС-7 может взорвать боеукладку на фулку ИСУ-7. Маус ИС-75, Як-Пантера-2, там прочие вот эти танки, у которых урон 460 там начинается, да, они могут взорвать боеукладку ИСУ-7. И это добавляет веселье данному танку, потому что, опять же, криты и урон по модулям. Ну, криты это есть, ладно, урон по модулям. У тебя вылетает прикольненько, и ты классно этим распоряжаешься. Раз, и взрыв боеукладки. ИСУ-4 вряд ли, наверное, я не помню, сколько калибра орудий, наверное, 150 миллиметров здесь. В принципе, ты, наверное, ИСУ-4 с его 240 прочности, а не 210, какой ИСУ-7, боеукладку можешь лупануть. Что и добавляет, опять же, веселье. Веселье Шеридану. Вы посмотрите, на каком диком расслабоне чувак делает 8,5, практически, тысяч урона в этом бою. Вот минус огромный, когда у тебя не остается средних танков, а быстрые танки противника просто тебя грамотно разводят с разных сторон. Как это здесь и происходит. Не хватает маневренности, динамики для того, чтобы как-то контрить СТЛТ у оставшихся танков противника. ИС-4, ИС-7, вот этот ледяной великан, они, в принципе, практически там не способны повлиять на ситуацию, если только не скучкуются и не будут ждать атаки на себя в лоб. Где-нибудь как так, 8, 441, с прекрасным взрывом боеукладки ИС-7, без предварительного крита кем-либо. Мне нравится Шеридан. Вот он, мне кажется, вот если вы хотите первый ЛТ, этот достаточно неплох, потому что углы есть, высокий разовый урон есть, подвижность есть. Даже есть возможность танковать где-то корпусом из-за особенностей строения вот этой надетой коробки на основную броню. И не так часто будешь получать осколочно-фугасные, как бы того, допустим, хотелось твоим противникам. Вот тебе и Шеридан. На расслабоне, с двумя отметочками. Инстаграм, телеграм в описании, там же моя почта. На почту вы присылаете реплей с послебоевой статистикой, указываете сервер Wargaming или Lesta. Друзья, спасибо огромное за просмотр, до новых встреч и всем пока-пока.